Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Павел Павлович Реутов, учитель истории общества знаний Одинцовской гимназии номер 11. Здравствуйте, Павел Павлович! Рада вас видеть в нашей студии. Конечно же, прежде всего, хочется вас поздравить. Вы вошли в число пяти лауреатов конкурса «Педагог года Подмосковья». Совсем недавно список был оглашен. Но имя победителя до сих пор держится в секрете. И кто же в этом году будет назван победителем конкурса «Педагог года Подмосковья-2019», об этом станет известно только в День учителя. Да, все верно. И для вас это тоже секрет? Да, конечно же. Ждем с терпением. То есть пока пятерка, вы все на равных позициях? Да, мы все лауреаты и все ждем оглашения результатов окончательно. Можно уже даже на этом этапе говорить о том, что вы все победители. Вы прошли долгий путь. Сначала вы стали победителями четыре года в своих муниципальных образованиях. Вот, Павел Павлович, когда вам предложило руководство гимназии стать участником конкурса профессионального мастерства, сразу ли вы поддержали эту идею, сразу ли ринулись в бой? Ну, это произошло за какое-то время, да, поэтому у меня была возможность морально подготовиться, поэтому я, в общем-то, с радостью решил воспользоваться этой возможностью, да, потому что эта вещь для педагога очень полезна в плане роста профессионального мастерства. Вот, поэтому впечатления были сугубо положительные. До этого момента вы принимали участие в профессиональных конкурсах или это такая первая ступенька? Нет, это был дебют, надо говорить. Как готовили программу? Потому что я знаю, что конкурс проходит в несколько этапов, и это не только финальное выступление, это не только визитная карточка, это еще прежде всего образовательная программа, которую вы представляете на суд жюри. Что представили вы? Какие разработки, какие свои методические наработки? Ну, да, то есть на каждом этапе конкурса и на муниципальном, на областном есть испытания разного формата. Это урок открытый, который при присутствии жюри проводится. Здесь есть своя специфика, потому что на муниципальном этапе тема была известна урока заранее, за несколько дней, а вот на областном ее озвучили нам. Она стала известна только вечером перед самим открытым уроком, то есть было довольно ограниченное время на подготовку. Также были другие испытания, мастер-класс, методическое объединение, где необходимо было продемонстрировать свой профессиональный педагогический опыт и педагогический образовательный проект. Естественно, большую помощь оказывала и администрация, и моральную поддержку оказывала семья. Ну, а в целом представил свои педагогические наработки, старался их представить в нужной форме, той, которой жюри придется по вкусу. В чем уникальность вашей программы? Какие технологии вы используете в процессе обучения детей? Если говорить о том опыте, который я представлял на этих двух этапах конкурса, то в рамках методического объединения я говорил о развитии критического мышления, о развитии вот этих гибких науков, которые необходимы в современности для работы с информацией, для того, чтобы дети учились работать с информацией, кричать, информация достоверная, а эта информация недостоверная. Если говорить о мастер-классе, то тематика моего мастер-класса была связана с межпредметными связями, то есть с использованием сведений других наук, методик других наук в преподавании профильных для меня предметов, истории общества знания. Ну, то есть вот на этом делал акцент. Когда вы обнаружили у себя тягу к учительству, почему выбрана была именно эта профессия? Я заканчивал, в общем-то, педагогический университет, Московский государственный областной университет, факультет истории, политологии и права, и после его окончания потом учился в аспирантуре, но через какое-то время пришел в школу, наверное, дорога как-то вот меня привела. Ну, изначально вы не планировали вот именно работать в школе? Нет, изначально у меня было желание, потом был какой-то период, когда я работал не в школе, но потом все-таки пришел к тому, ради чего я учился. А помните свой первый урок, как это все проходило? Да. Сразу ли приняли вас дети? Первый урок помню, это был седьмой класс, букву не помню, урок общества знания. Ну, да, все прошло довольно неплохо, ну, как мне тогда казалось, по крайней мере. Вот, поэтому, в принципе, первый день учебный меня полностью устроил. То есть вы поняли, что это ваш путь? Ну, на самом деле, это происходило постепенно, никто, наверное, сразу не понимает, да, что это какое-то его призвание, должны пройти годы. Сейчас я, наверное, понимаю, да, уже, что это то, чем мне стоило заниматься, и очень хорошо, что у меня есть возможность этим заниматься. Очень часто можно слышать о том, что врачи от Бога, учителя тоже, как правило, по призванию хорошие, педагоги. Вы как считаете это так? Ну, учитель должен быть человеком довольно универсальным, то есть у него должен быть набор навыков неких, да, он должен быть, должен хорошо знать свой предмет, он должен быть хорошим психологом, обладать коммуникативными навыками. То есть, как мне кажется, хороший учитель, он, ну, может добиться успеха и во многих других направлениях. Но вот судьба каким-то образом направила его на то, чтобы он детей учил. Насколько сильно вас поддерживали ваши ученики? Ну, естественно, поддерживали. Вот мы с их помощью вместе с ними записывали ролик, который нужно было представить, да, ролик представления конкурсанта. Ну, и так оказывали моральную поддержку. Ну, что говорили, Павел Павлович, следим, смотрим, переживаем, болеем. Ну, как бы... Звонили, писали. Естественно, да, писали, поздравляли. Понимающие относились к тому, что у меня какое-то время не было в школе, что не было уроков из-за того, что я отсутствовал был на конкурсе. Вот, то есть, естественно, поддержка была очень ценная, поддержка коллектива, да, педагогического администрации. То есть, это все очень важный компонент успеха. Что дают конкурсы педагогического мастерства учителям? Ну, самое первое, это то, ради чего конкурсы проводятся, это обмен опытом, да, возможность поделиться своим опытом, посмотреть на опыт других людей. Это очень полезная возможность выйти из зоны комфорта, потому что, ну, мы как бы в своей работе являемся учителями, очень часто забываем о том, что мы и ученики еще должны учиться. И вот конкурсы – это такая возможность побыть в роли учеников, на которых так пристрастно смотрят жюри, которые смотрят на опыт других людей, демонстрируют свой опыт. То есть, это очень вещь важная для профессионального роста, прежде всего. Вот, а если говорить о каких-то перспективах, которые там открываются, это, естественно, участие вот в этом сообществе, да, учителей, конкурсантов. Это возможность быть членом жюри, опять-таки, и продолжать этот обмен опытом. Вы поддерживаете связь с конкурсантами из других муниципалитетов, общаетесь, обмениваетесь наработками? Вот как-то это дальше продолжается уже за рамками конкурса? Ну, да, то есть, есть пока идеи, они еще не были реализованы, потому что все-таки не очень много времени прошло. Но был интерес определенный по поводу того, чтобы я своим каким-то опытом поделился, и у меня есть вот интерес. Ну, то есть, это подразумевает под собой не только онлайн общение, но и, наверное, встречи. Разумеется, здесь формат же открыт, да, для того, как этим опытом обмениваться. Можно и какие-то совместные проекты делать, да, можно вот просто как-то передавать этот опыт, да, можно приезжать, давать там открытые уроки. То есть, возможности много. Ну, кстати, победа даже на муниципальном уровне в конкурсе «Учитель года» дает определенное преимущество в плане профессионального роста. То есть, вы после победы получили предложение от руководства гимназии, да, ваш статус на сегодняшний день изменился. Да, ну, все верно, это, безусловно, так. Здесь просто вещь не всегда от нас зависящая, да, поэтому есть много вариантов. Получается, что этот конкурс, он дает возможность для развития, дает возможность для дальнейшего перспективного роста. Опять же, наверное, все зависит и от желания самого конкурсанта, участника, да, двигаться вперед, поддерживать какие-то инициативы, идеи. Да, конечно, здесь мы можем говорить о росте, ну, будем говорить о горизонтальном, то есть, о росте как педагога и о росте вертикальном, то есть, получении каких-то там должностей, разумеется, да. Вы теперь заместитель директора гимназии номер 11 в своей должности. На что будете уделять особое внимание? Как теперь будете строить свою работу, уже оглядываясь и уже имея вот тот багаж знаний, тот опыт, который вы получили после участия в муниципальном этапе конкурса «Учитель года», а потом и на областном? Ну, я буду заниматься учебно-методической работой, то есть, это олимпиадное движение, да, это аттестация учителей, помощь учителям в их профессиональном развитии, это школьное научное общество и ежегодная научно-практическая конференция, вот. А если говорить о пользе опыта, ну, и, разумеется, да, буду стараться думать, как привнести какие-то вот эти, какие-то наработки, их использовать в дальнейшем. Опять-таки, Елена Леонидовна Бессараб, которая была заместителем до меня, она мне очень в рамках конкурса помогала, ее тоже профессиональные советы были очень полезными, и надеюсь, что когда-нибудь у меня будет возможность помочь следующим конкурсантам, представляющим нашу гимназию, в их испытании. Ну, уже скоро стартует муниципальный конкурс «Учитель года-2020». Из вашей гимназии уже определен участник? Пока нет, вопрос открыт, поэтому пока вот… Но все-таки вот эта инициатива, она в большей степени идет от руководства школы, либо педагоги, молодые педагоги могут самостоятельно выдвигать свои кандидатуры на участие вот в таких конкурсах? Ну, наверное, бывает по-разному, но идеальная схема – это когда у учителя есть желание как-то самореализовываться и принять участие, а у администрации есть, в очередь, желание его отправить на этот конкурс. Показать? Да, да, продемонстрировать. Но все-таки в первую очередь участник таким образом ведь представляет целое образовательное учреждение, которое стоит за его спиной. Да, конечно. Он представляет себя и ту организацию, которая работает. Какие у вас планы на дальнейшее будущее после объявления уже победителя областного конкурса «Педагог года»? Ну, это будет зависеть от результатов. Пока планы продолжать работать, осваиваться, будем так говорить, насваивать новые компетенции в рамках новой должности и стараться расти, продолжать расти как педагог прежде всего, потому что в конечном итоге мы все остаемся учителями, педагогами, какую бы должность мы ни занимали. Насколько сегодня стремительно меняется система образования, насколько она действительно отвечает современным требованиям времени? Система образования, разумеется, меняется, но насколько она соответствует. Очень трудно угнаться за теми изменениями, которые происходят. Школа будет меняться дальше, просто потому что общество его развитие заставляет это делать. Но насколько это все действительно удобно? Вот вы в своей работе ведь наверняка используете все современные технологии, наработки. Очень много за последние даже 10 лет изменилось кардинально. Но даже можно взять минимальное – это появление электронных дневников. Если раньше мы их заполняли, то теперь это совершенно ушло в прошлое, сейчас все в электронном виде. Вот насколько это все позволяет тоже преподавателю, учителю в работе и соответствовать времени, да, и использовать самые новейшие технологии в процессе образования детей? Ну, есть вещи, которые, разумеется, помогают, они упрощают работу. Ну, тот же самый электронный дневник, он удобней, да, по целому ряду параметров, по целому ряду причин. Использование там ИКТ, этих компьютерных технологий, она очень сильно позволяет разнообразить учебный процесс и расширяет вот эти вот горизонты творчества для ученика, для учителя. Вот. Но тут есть и много других изменений, которые в образовании происходят, потому что немножко меняются акценты на то, чему школа должна учить, да. Она должна учить гораздо более, сегодня должна учить гораздо более широкому спектру вещей, должна учить, помогать ученику развивать какие-то навыки, которые необходимы в современном мире. Вот. И вот это даже, наверное, главное. То есть, те вещи, о которых мы говорим, ну, я говорю, как учителя общества знания, то, что непрерывность образования, то, что мы должны постоянно учиться, совершенствоваться, то, что происходит интернационализация образования, то, что мы должны ориентироваться на международный опыт, стараться как бы его принимать. То есть, все вот эти вещи, они даже, может быть, более важны, чем какие-то там технические, да, изобретения, вновь что, нововведения. Областной конкурс дал вам возможность посмотреть на то, как проводятся уроки не просто в других школах, но в других школах, в других муниципалитетах. Если сравнивать Одинцовскую систему образования и, например, систему образования других территорий, где преимущество? Где мы? Ну, открытый урок – это все-таки довольно специфический формат, потому что он и по времени отличается, естественно, учитель старается самые-самые-самые лучшие наработки на нем представить. Вот, поэтому, ну, трудно сказать. Плюс открытый урок – это всегда очень индивидуальный опыт, да, ведь, ну, педагоги разные, и педагог, представляющий, да, вот это муниципальное образование, он всегда, ну, каждый год уникален, да, у него какие-то свои, будем так говорить, фишки, какие-то особенности. Поэтому довольно трудно сравнивать, на самом деле. Но, тем не менее, все-таки, вот система образования Одинцовского городского округа, она действительно одна из лучших в регионе? Ну, разумеется, если опираться на, даже банально на статистику, да, на результаты выпускников, на то, как сдается ЕГЭ, ОГЭ, на участие на федеральном уровне Олимпиад, да, то Одинцовская образовательная система находится на очень высоком уровне, в общем-то, соответствующий статусу нашего городского округа в рамках Московской области. Я уже сказала о том, что буквально через несколько недель стартует конкурс «Учитель года-2020» в нашем муниципалитете, что бы вы пожелали участникам, что бы вы пожелали тем, кто впервые пройдет этот путь, на что необходимо обратить внимание, что необходимо взять с собой в багаж обязательно? Ну, во-первых, нужно правильно расценивать этот конкурс именно как возможность, как возможность обогатиться новым опытом, поделиться новым опытом. То есть не победу ради победы, да? И да, рассматривать все это через призму, вот как раз-таки вот этой цели, да. Все мы работаем ради одного, да, ради воспитания подрастающего поколения, ради одной цели. И поэтому должны понимать, что этот конкурс – это всегда некий элемент испытания, но вместе с тем это возможно для сотрудничества, и это самое главное. Поэтому нужно просто спокойнее все это воспринимать. Ну и, наверное, обязательно запастись терпением, да, и поддержкой коллег, друзей, учеников, родителей, всего сообщества. Да, это никому не попредило еще. Спасибо, Павел Павлович, за интересную беседу. Конечно, вот хочется, но не могу. Ждем официального оглашения результатов. Имя победителя будет названо на праздновании Дня Учителя Подмосковья. Спасибо вам. Ну, тем не менее, желаем вам удачи. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на канале ОТВ. До свидания. Продолжение следует.